здравствуйте вы смотрите канал рыбалка финляндии от а до я и сегодня я хочу вам рассказать о том как можно получить бесплатно карту глубин определенных озер для ваших мобильных телефонов ноутбуков компьютеров или если у вас есть эхолот с карт лотером я покажу способ как туда бесплатно можно загрузить карту глубин напомню что на нашем канале вы можете увидеть много других интересных видео рыбалки финляндии таких календарь рыбалки спал дру подробнейший обзор лицензиях и лучшие воблеры для ловли финляндии так начнем значит первое приложение которое я хотел бы показать это приложение сейл мэйт называется вот такой парусник на синем фоне иконочка вот мы нажимаем и значит здесь вы можете наблюдать карты глубин они достаточно подробные о них не сценарные навигационные но можно иметь представление о озере очень хорошо здесь что мне нравится здесь отображены вот такими значками треугольничками палочка с такая вверх и вниз то подводные камни которые либо видны и над водой либо под водой невидимые также все баночки можно наблюдать косы значит плюс навигационные буи где она не находится обычно они хорошо показывают перепады глубин по ним можно ориентироваться вот значит что хорошо карту можно закачать прямо на телефон и не нужно пользоваться она не обязательно онлайн находиться для того чтобы ей пользоваться то есть без интернета это актуально когда вы в ровном если у вас чтобы трафик лишний не скачивался чтобы дорого не было соответственно достаточно простая более она ее можно и платную версию купить там больше возможности именно для навигации если много путешествий там больше и бухт показано и различных возможностей маршруты создавать также можно добавлять точки это в бесплатной версии тоже есть добавка добавка точек например там какие-то вы рыболовные точки можете пометить здесь очень хорошая на мой взгляд и удобная программа сам ей пользуюсь значит второе приложение которое вы походите вам показать называется карта селайн это тоже финское приложение которое здесь вот вы можете видеть что различные карты как и глубин навигационные так и другие слои очень много всяких разных даже недвижимость здесь можно какое-то смотреть очень много всяких разных вариантов и движение автомобильное очень точная карта местности и тоже показывает и точку где вы находитесь и как и предыдущие кстати приложение единственно что здесь 30 дней только бесплатного пользования поэтому ознакомьтесь и возможно здесь функции больше вам больше понравится чем предыдущие предложения мы познакомились полезными мобильные приложениями для мобильных телефонов и теперь я вам покажу пару интересных веб-сайтов и так посмотрим на веб-сайты интересные значит я открыл сайт под названием редки карта точка фи я дам ссылку под видео на этот ресурс значит здесь очень похоже на то что мы видели я на предыдущем немножко ранее рассказывал привела приложение карта селайн примерно это тоже самое только на веб-сайте здесь вот вы видите всю карту финляндии вот выбираете себе водоемчик куда вы хотите до попасть вот карточку можно и карту нужно двигать вот у нас место и здесь давайте сразу перейдем на язык английский да вот и значит вот здесь вот у нас менюшечка слева есть map layers это слои карты вот и нас интересует депс контур контур это контуры глубины мы их помечаем эту галочку ставим смотрим выбираем какое-нибудь озеро приближаем еще ближе и у нас появляется полностью все очертания подсветки где чего находится вот можно подробно также здесь показана трава где находится крестиками камни подводные и все глубины вы можете наблюдать вот следующее приложение она очень тоже похожая называется web об на его них с точка ком здесь подобным образом тоже вот открывается на сразу карта приближаем здесь у нас тоже все глубины где чего даже карта может быть даже более подробно по глубинам практически сонарная вот тоже можно все это наблюдать и пользоваться единственное что здесь на этом приложении российские озера вот часть из них подсвечены как недоступные ну вот например часть финского залива вполне есть вот рядом с питером нету но здесь например вполне можно под зеленогорскому эту информацию все видно вот надо посмотреть по всей россии я честно сказать не смотрел какие озера открыты какие закрыты до доступа но вот по камере финляндия точно вся здесь есть можно пользоваться мы заключение хотел бы показать способ каким образом мы можем бесплатную карту загрузить на эхолот на карплотер вашего эхолота значит для того чтобы скачать карту глубин на ваш карту холод с карту таром мы должны открыть сайт сазгиз точка порк download и скачать последнюю версию программы под названием сас планет я уже заранее себе скачал и установил значит я вот открыл данное приложение сас планет значит и у вас допустим вот у нас видно очертание финляндии значит мы сначала в меню maps открываем его и находим такой пункт marine maps и выбираем здесь navionix marine charts после этого у нас она меняет слой на карты глубин значит мы должны вот здесь вот второй пунктик вот меню иконочка выбрать ну допустим вот перпендикулярная в виде перпендикулярной области выделения находим наше озеро который участок мы хотим выделить допустим вот здесь тоже все видно все глубины какой участочек то мы выбираем нажимаем левой кнопкой мыши помечаем какой-то участок я выберу небольшой участок чтобы карта генерилась быстро везде чтобы видео не затягивать у вас это может занимать достаточно продолжительное время и после того как вы выделите какую-то область у вас должно появиться вот вот такое вот окно всплывающие в котором у вас указан слой который вы выделили значит вам нужно единственное что указать это масштаб 17 или 18 если вы видите 18 то у вас как бы меньшая область влезет но будет более детальная карта более приближенно скажем так 17 масштаб как бы соответственно наоборот я предпочитаю выбирать все-таки 17 и быстрее работает и принципе того хватает вот в принципе все что нам здесь нужно было нажимаем старт вот карта у нас сгенерировалась участочек вот тут подсветилась что он сделал у вас это соответственно займет гораздо больше времени если вы выделите более крупный участок все выходим после этого мы выбираем вот здесь стрелочка такая рядом с той же гонкой выделения и выбираем здесь вот last selection нажимаем после этого у нас должно открыться точно такое же окно как и предыдущие только теперь мы должны уже выбрать параметр stitch что мы сделаем здесь здесь мы выбираем формат в наш мы должны выбрать кмз жармин дальше выбрать куда мы захотим сохранить пабличку сохраняя имя файла нужно выбрать допустим тест выбрать тест нажимаем save после этого здесь у нас выбран какой тип ничего не меняем но дальше мы должны выбрать вот здесь вот проектор поле и здесь мы выбираем меркатор google maps после этого мы должны указать формат файла нужно нажать к мл и не было очень важно не забыть в зумах поставить тот параметр при котором мы сохраняли эту карту это очень важно выбираем 17 вот после этого значит все мы вроде бы выделили все выбрали все что нам нужно нажимаем старт вот после этого у нас сгенерился наш файл который нужно с расширением кмз который нужно переименовать значит и вот мы смотрим у нас в нашей папочке оказалось два файла нас интересует файл который с расширением кмз мы его переименовываем файл расширением zip вместо кмз вот после этого мы его разархивируем и у нас получается файл с именем док и папочка files нас интересует вот этот вот файл с именем док мы находим нам нужно найти вторую программку последнюю которая нам необходимо называется на inside map creator можно принципе в google бить это название но я сразу нашел сайтик на котором она есть называется go free marine com developers inside map creator и мы вот здесь вот на желтую кнопочку нажимаем get software и скачиваем ее данную программу к себе на компьютер вот я открыл уже это приложение значит мне нужно что сделать вначале мы выбираем менюшечка view processing mode и выбираем keyhole mode window после этого нажимаем в правой стороны добавить файл от вас и выбираем наш doc.kml файл открыть и нажимаем build все у нас процесс завершен там снизу написано процесс комплект у вас может занять гораздо больше времени этот процесс после этого мы выбираем processing mode снова вот эту вот менюшечку и здесь выбираем растр mode window вот значит здесь мы должны указать снизу параметры минимальное разрешение единичка и максимальное 2048 это в принципе этого масштаб указан этого достаточно и дальше мы должны указать входную папку где у нас данные находятся это вот наша как раз папка тест вот и куда мы будем это класть результат в принципе можем то же самое выбрать ту же самую папку куда и куда значит и можно было бы нажать build если бы не один момент если у вас старые прошивки на ваших эхолотах то ничего больше не нужно делать можно нажимать build должно работать а в последних прошивках нужно будет поменять один параметр нажимаете advanced options и дальше raster options и вот здесь вот есть такой параметр satellite imaginary мы должны выбрать shadowed relief imaginary обязательно вот после этого мы нажимаем build все у меня процесс прошел обычно этот процесс очень долгий завершающий если крупная карта выбрана вот итак посмотрим что же у нас тут есть вот наши старые файлы все вот эти которые мы делали но у нас появилась теперь новая папка bound от 5s вот прямо мы эту папочку всю полностью закачиваем на карту памяти вашего эхолота вот прямо вот в корень этой карточки вот после этого у вас на эхолоте должно все заработать ну ну значит тут у меня эхолот со свежей прошивкой поэтому обязательно нужно выставить тот пункт который мы делали в программе map creator мы в настройках чарта должны выбрать имиджере shadow рельеф выбираем этот пункт вот и видим что сейчас загружаются наша карта вот и видим что наша карта загрузилась все что мы хотели у нас теперь есть спасибо что смотрели это видео подписывайтесь пожалуйста на мой канал рыбалка Финляндии это стимулирует меня продолжить создавать видео рыбалки Финляндии